Бой за титул чемпиона – это всегда особый случай. Лишь самые достойные и крутые бойцы получают шанс сразиться за него. Такие бои с нетерпением ожидают зрители, а специалисты уделяют им особое внимание. Бой за пояс – это всегда настоящее испытание силы духа, таланта и подготовки. 22 июля 2017 года в республике Ингушетия состоялся ежегодный традиционный турнир битвы в горах. В главном бою вечера разыгрывался пояс чемпиона М1 Челлендж в легчайшем весе. Павел Витрук владел целый рост 5 титулов в ударных видах спорта и был трехратным чемпионом Санкт-Петербурга по тайскому боксу, чемпионом России Паука До, победителем Кубка Александра Невского, а также гран-при Духа Воина. Практически вся его карьера на тот момент прошла в М1 Глобал, и он был первым чемпионом М1 Челлендж в этой весовой категории. Данный бой должен был стать первой его защитой. Соперником Павла стал Мовсер Явлоев, на тот момент восходящая звезда российских смешанных единоборств. Все свои поединки он провел на турнирах под эгидой М1 Глобал, и в семи боях добился семи побед. Причем лишь опытному американцу Ле Моррисону удалось пройти с Мовсером все три раунда. Остальных Явлоев победил досрочно. С каждым боем Мовсер прогрессировал и прибавлял как в технике, так и в физической мощи. И в тот день он был готов бросить вызов опытному оппоненту, чтобы постараться забрать его титул. М1 Глобал Наконец-то столкнулись лицом к лицу. Павел Витрук, Мовсер Явлоев. Останется только один чемпион после этой схватки. И мы уже узнаем через максимум, через минут 25, кто это будет. Как сказал Мовсер, он готов драться все 25 минут. И как мы видели в бою против Алексея Невзорова, выносливости у него хватить может и на 10 раундов. Но это мы видели и в бою против Ле Моррисона. Абсолютно верно. А Павел Витрук известен тем, что на зубах может вытащить любой, казалось бы, самый безнадежный поединок. Еще и опытный за его плечами. И скорее всего все эти навыки Павлу сегодня понадобятся. Пока что не форсирует события оба бойца. Оно и понятно. 5 раундов, спешить некуда. А цена ошибки слишком высока. Попытка хайкика от Мовсера. Принимает защиту ее Павел. Китается пробить в корпус. Хороший лоу. На встречу попали друг другу. Обменялись ударами на встречу. Витрук пытается атаковать серией. Левый прошел, левый боковой через руку. Мы видим, очень хладнокровен, очень собран Мовсер. Непотрясен ни одним из ударов. Ждет он свой шанс. С Невзором он его дождался во втором раунде. Здесь прошло всего лишь полторы минуты. Времени, повторим всего, обоих более чем достаточно. И в то же самое время один удар здесь может все решить. Идет вперед Явлоев. Почуял, почуял. Чуть-чуть немного ступену брешил в обороне соперника Явлоев. И уже идет вперед. Пытается поджимать. Павло попадает. Зрители неистово поддерживают своего любимца, своего фаворита. Да, бой проходит на очень высоких скоростях, мы видим. Еще двойка проходит у Явлоева. Поджимает он, вид рукой, канатом. Работает на коротке. Хороший боковой от Павла. Павел, да, пытается попасть. Пытается в тайский клинч войти, но вместо этого... Дается витруку сбить его в партер. Тут же стоит Явлоев. И тут же Явлоев переводит его и попадает на гильотину. Но там рука у Павла. Он не может сейчас руки сомкнуть. Там одна рука. Сложно ему будет закрыть здесь гильотину из этой позиции. Явлоев это понимает, он старается. Сейчас вырваться из этого захвата. Приподняться, расцепить, разжать руку, вырвать голову и оказаться в гарде сверху. Скорее всего сейчас это, видимо, ему и удастся, да. Отдается, он работает из гарда. Мы слышим оглушительная поддержка. Слышительно сейчас скакивает со своих мест. Витрук его вяжет в гарде. Очень спокоен Мовстер, мы видим. Не теряет самообладание ни на секунду. Меж теме на вала три минуты боя. Да, очень плотный, очень интенсивный бой. Достойные соперники. Пытается, пытается пройти защиту Витрука Явлоев. Да, пытается понемногу ослабить гард, может быть. 20 тысяч зрителей гонят вперед своего чемпиона. Да, мы слышим, поддержка просто невероятная. Павел попытался открыть гард для того, чтобы, возможно, перейти на армбар. И тут же его закрыл. Понял, что там слишком все нелегко для него. И эта ошибка может стать для него роковой. Что интересно, ведь всю эту историю с Партером началось с того, что Витрук Амина пытался перевезти Мовстера и подхватил, даже завалил его на спину. Да, но тут же нашелся Мовстер, нашел баланс и перевел уже в свою очередь с контрил. Да, то есть если такой сценарий ожидался, то не ожидался он того, чтобы это будет по инициативе Витрука происходить. Согласен. Потому что все-таки Паша это базовый ударник, ударник высочайшего уровня. Пытается, пытается сейчас настойчиво Мовстер прорваться сквозь его гард. Но Павел сдержит его. Да, Павел гард открыл, но при этом удерживает руками, пытается вязать. Вряд ли тут что-то за 20 секунд сейчас... Хотя, вот посмотрим, да? Пытается, пытается перекатиться. Да, скинут, пытаются, ноги Мовстера атакуют сверху. Вот как мы видели сегодня, Джо Рикс атаковал амплитудными ударами. Подтяжки работал. 10 секунд последнего первого раунда чемпионского боя. Всего этих раундов может быть 5, если пройдет бой всю дистанцию. Ну что ж, первый раунд завершен. Хороший бой. Отличная первая пятиминутка. Отличная. Явлоев настроен на все 120-150 процентов забрать пояс. Ну да, тут отступать некуда. Но Петрук отдавать этот пояс без боя не собирается. Да, здесь, конечно, Мовстеру предоставился просто уникальный золотой шанс стать чемпионом. Перед своими зрителями, перед своими болельщиками. Естественно, он будет для этого делать все и даже больше. Начинается второй раунд. Обменялись джебами соперники. Готовят, готовят атаку. Да, как и в начале первого раунда, точно так же. Хороший удар навстречу. Ищут малейшие. Еще удар. Петрук старается раздергивать на дистанции. Петрук понял, как можно пытаться с Мовстером справиться. Но тут же Явлоев его настигает, зажимает в угол и начинает бить. Да, да. Мы видим, снова тайк клинч. Да, пытается взять Мовстер. И берет, одно рукой берет, другое работает. Что интересно, это одна сильнейшая сторона, где трука работает в таком клинче. И Мовстер сейчас в нольную борту показывает. Да, переводит, переводит. И мы видим, пытается сейчас выбраться из гард. Даже не вошел в гард, не может. Не может. А вот сейчас Павел, видимо, гард закроет. Ну что ж, концовка первого раунда плавно перетекает в начало второго. Абсолютно точно. Да, что интересно, Мовстер не побоялся играть полностью на поле витрука. Мы знаем и помним, как Паша Сергея Морозова вот в этом клинче апперкотами чуть не нокаутировал. Это его поле было, битва. Да, причем мы видели, что он тайк-линч одной рукой, да, и другой рукой бил. В таком тавгайском стиле. Он не из классического тайк-линча коленями работал. То есть оставлял бреши в обороне, но при этом не смог имя Витрух воспользоваться. Вот пытается, пытается гард пройти Мовстер. Да, пытается прорваться отчаянно. Его Витрух держит, контролирует. Виновало полторы минуты. Мовстер Явлоев, Павел Витрух. Бой за титул чемпиона М1 Челлендж в отличайшем весе. Пытается, пытается, пытается в маунт пролезть. Явлоев очень здорово контрит. Витрух, но вот... И вот, хавгард. Половину пути Явлоев преодолел. Пытается тут же треверку сделать. Витрух и получается здорово очень. Павел научился, конечно, бороться за Павел за последние годы. Вторая нога пошла. Сейчас пытается в сайдмаунт выйти. Мовстер. Да, улучшает, улучшает позицию. Смотрим мы. Сейчас будет спину забирать Явлоев. Пытается, да, Павел вернуть его в гард, но не может он закрыть гард. Все сейчас Мовстер видит. Активно работает. Ну, то, что творится сейчас здесь. Да, неистовствует толпа. Понимаю. Да, условно надо же комментировать. Вот Маунт забирает Мовстер. И работает теперь из Маунта. Сами горы скомментируют сейчас имя Мовстера. Павлу Гитруху надо мураваться. Переходит на рычаг Локли сейчас, да, видимо, пытается перейти. Готовит, готовит он этот рычаг абсолютно ярко. Павел видит, видел Павел сейчас это движение, пытается скринкиться. Не удается ему. Но сейчас, да, нелегко Павлу, очень нелегко. Вешеная поддержка вообще. Миштябрь полторы минуты остается. Полторы минуты до конца второго раунда. Ни на секунду не прекращает Явлоев работать. Ищет, ищет. Так можно улучшить позицию. Не знаю, слышал ли хоть кто-то в этом шуме подсказки секундантов. Но Мовстер как-то что-то даже успел посмотреть свой угол и кивнул там, понимающий. Значит, он все слышит, все, что ему надо. Ну да, мы видим. Дюшак старается, старается его стряхнуть. Хорошо, не паникует, работает. Да, Павлу надо выбираться отсюда. Попытаться, может быть, встать. Вот он к сетке пятится. Показывается сейчас по сетке встать. Но очень цепко держит его Мовстер. Как мы видели, держал он Ли Моррисона. Да, чем-то напоминает этот бой. Ну да, американского тренера по борьбе катал в партере от ученика. Да, и мы видим, с одной позиции на другую переходит Мовстер. И вот и мало. Маунт спину забирает. Спину забирает, вдруг крутится, остается 20 секунд. Успеет ли что-то сделать сейчас Мовстер. Критический момент для Павла. Нужно ему держаться, если он хочет. И отдать пояс уже сегодня. Ну что ж, концовка второго раунда еще более сумасшедшая. Ну что ж, начало третьего раунда. Забегая немножечко вперед, скажем, что, скорее всего, победитель и чемпион, который будет один, да, после этого боя. Может быть, будет реваж, а может быть, ждет встреча с американским бойцом. Джошем Рейтингхаусом, который уже выиграл три из трех поединков на М1 и однозначно заслужил свой титульный шанс. И наверняка этот бой будет тоже фантастический. Но пока мы еще не знаем, кто выйдет победителем здесь. Первые два раунда очень здорово провел Мовстер. Пытается Витрук подобрать ключи. И вот тай-клинч был сейчас и бороться пытался. Но пока что не так много у него шансов. Бывший чемпионом один в легком весе Максим Гивеннич кричит, не вяжись. Но именно это Павел делал, и вот сейчас отдает он спину. Сейчас он прием из школы вольной борьбы в произностренном Евлаеве. Да, вот пытается. Забрался он очень лихо за спину, витруку. Пытается сейчас Павел кувыркаться. И в гард, да, запускает он Мовстер. Очень сложно. Очень цепко работает ингушский боец. Очень-очень цепко. Ни миллиметра свободного пространства не дает, мы видим. И при каждой удобной возможности улучшает, улучшает, улучшает свою позицию. Очень похож бой на бой с Ли Моррисоном. Постоянное движение. Переход из одной позиции в другую. Играт ударов, которые сейчас терпит Павел. Но этого явно недостаточно для того, чтобы пояс оставить у себя. Попытается вырваться, но Евлоев пился в него как бульдог. Не отпускает ни на секунду. Да, абсолютно верно. Похоже это на бой с Ли Моррисоном, когда там тотально таскал, таскал и мучил. Видимо, победив Ли, бульдог, питбуля Моррисона, да, бульдога. Американского бульдога. А вот смотрите, на болевой прием старается вытемить рук, но... Пытается, но очень сложно. Сейчас уже и третий раунд, и скользкие оба. И снова доминирующую позицию пытается занять Мофсер. Встает Павел. Получает коленом, но все же встает. И вот, смотрите, и тут же, тут же провернулся Мофсер, уже не получится у Павла. Врывается и выходит сверху, да, Маун практически закрылся. Сейчас правый глаз, там у Павла мы видим. Сечка гематома, не видит он сейчас правым глазом уже, я думаю, сейчас процентов 70. Ударов, которые обрушиваются с этой стороны. Снова, снова ему сейчас нужно защищать себя со спины. Тяжело, очень тяжело сейчас Павла. Постоянно находиться в движении, потому что, как только он остановится, Мофсер будет выходить на удушающий. Вот ищет, ищет сейчас для себя оптимальную позицию индужский боец. Павел дышит тяжело, понимает, что сейчас может все на него решиться и не в лучшую сторону. Нужно бороться, нужно ему до победного сражаться. А Мофсер очень технично разбивает, разбивает своего соперника к радости местной публике. И снова садится в Маун. Вот уже и Лукаш Басадский предупреждает, что нужно работать Павлу. Просто пассивная защита здесь недостаточно. Пытается сейчас по бедру работать локтем Павел. 55 секунд до конца третьего раунда. Да, меньше минуты. Увидим ли мы чемпионские раунды сегодня. И пока что все идет к тому. Павел Витрук показывает неизгибаемый свой характер. И вот пытается прекратиться, но да, держит, держит очень вот цепко сзади Мофсер. 30 секунд. 30 секунд из мата еще напряженного поединка за пояс чемпиона. Да, тяжелейший бой. И вот снова пытается сорвать Паркер, да. И прижать к сетке Мофсер. Остается всего 10 секунд. 10 секунд до конца третьего раунда. Снова Мофсер сверху. Завершенный третий раунд. Ну это да. Да, третий раунд. Столкновение характера. Чемпионский бой переходит в чемпионские же раунды. Четвертый и пятый. Три раунда прилетели. Незаметно практически. Ну что ж. Ну видим, насколько спокоен. Мофсер действует строго по плану. Ну да, ему сейчас отступать от выбранной тактики вряд ли стоит. А вот Павлу нужно уже, видимо, импровизировать, что-то придумывать. Форсировать, импровизировать, придумывать. Потому что так для него дело не пойдет. И оставить ему у себя пояс, если он будет действовать так и дальше. Пошел в обмен ударами Мофсер. Сразу же в клинч. Затаскивает он Павла снова в партер. Да, мы видим. В принципе, действует так же, как действовало на все три раунда. Забирает спину со спины. Бьет по задней стороне Петра коленями. Работает обеими руками. Тяжело Павлу. И Павел понимает, что нельзя ему оставаться в той позиции. Удалось ему встать. Попадает он коленом. Да, как раз на встречу, как раз когда Мофсер пытался пройти в ноги. Прессингует, прессингует. И вловь своего оппонента в канаты. И вот, да. Снова перевод в партер. Пересиливает, да. Работает физикой, давит сейчас. Мофсер пытается там уже практически распятие делать, чтобы у Витруха вообще не было совершенно пространства для того, чтобы вырваться. Тяжело, тяжело Павлу здесь. Всего два месяца назад мы видели, как очень-очень тяжелый бой был у его товарища по команде титульной, у Максима Дивнича. И вот сейчас Павлу нужно обязательно что-то придумывать, если он хочет оставаться чемпионом. Но пока придумать ему ничего не удается. Работает Мофсер, работает просто как компьютер. Выверено до мелочей. Пытается, пытается он опять затянуть Витруха со спины. Сейчас ему это начинает удаваться. Павел пытается ввести. Павел пытается ввести. Вот и удается сейчас, почти удается Илоеву застегнуть. Захват. Две минуты до конца четвертого раунда. Мы видим, да, в этой позиции комфортно альбургскому бойцу. Отсюда он работает. Работает достаточно активно, чтобы еще не единственного раза за три с лишним раунда Лукаш не поднял этот бой в стойку. То есть меняет позицию. Попытался Витрук вытрукнуть, но едва-едва не встал. Евлок тут же пресек эту попытку. И вернулся в нужную для себя позицию. Пытался Витрук сделать сейчас тайкдауна. Получилось, что его рука, по-моему, попала в капкан. Так, последняя минута четвертого раунда. Сдаётся минута. . И вот снова накатывает на ветрука. Пытается встать. Встаёт! Встаёт, Павел, да. Пытается поджать. В ноги пытался идти, но накрыл его там. Последние пятнадцать секунд, и что, удастся на бросок! Бросок, очередной бросок, да, от Моксера. Танцовка четвертого раунда остается тоже за ним. Ну что ж, последний раунд впереди. Последние пять минут. Мы видели, что Моксер не тот человек, который может позволить эмоциям взять верх. Мы видим, он все четыре с лишним раунда абсолютно с невозмутимым лицом проводит, совершенно не меняется у него выражение лица. Ну а Павел уже, да, отчаянно идет вперед. Вот идет в борьбу, и удается впервые! Удается ему тейкдаун, смотрите-ка! Да, впервые за пять раундов, и переход, переход с сайд-маунт. Сумеет ли он извлечь? Но нет, нет, там его сдерживает Моксер. Однако Павел все не оставляет попыток сейчас сайд-маунт пройти. В хавгарде, оказывается. Пытается, значит, вырвать ногу, чтобы зайти сбоку опять. Евлоев очень грамотно сопротивляется ему, защищается. Может сейчас сам улучшить позицию. Интересно, что Митрук решил сделать ставку на перевод соперника в партер, не стал рубиться в стойке, что, в принципе, ожидалось бы от него. Да, то есть сам инициировал перевод. Пытается, пытается выйти в маунт, накатывает Евлоев. Да, и выходит, выходит в хавгар. Мы слышим, да, реакцию. По-моему, горы сдвинули со своего места. 20 тысяч человек сейчас. Оглушительный рев трибун, да. Нарывается Мофсер и, возможно, лишает Павла последнего шанса что-то в этом бое поменять. И сам-сам пытается пролезть в маунт. И так, чтобы не шутю. И снова-снова за спину заходит Мофсер. Ну, мы видим, вот так, как он это делал в нескольких последних раундах, он даже не заводит обе ноги. Витруку приходится рисковать, он будет рисковать. Вот мы видим, уже несколько раз была возможность у Мофсера взять полностью спину, заводить ноги, но он этим не пользуется. Он обвивает левую ногу Витрука и работает отсюда. Просто работает наверняка с минимумом риска и ущерба для себя. Да, как удав настоящий, ингушский боец легчайшего веса. Очень сложно вырваться, практически невозможно. Чуть больше двух минут остается. Касическую, конечно, борьбу сейчас демонстрирует Мофсер. Витрук вертится по ним из последних сил. Вот маунт выходит уже. Мофсер, надо что-то делать, Витруку, и он отдает спину снова. Тут ничего не оставалось ему. Ну, будет рисковать Павел. Ну да, здесь уже последние две минуты пошли в бою. Нужно что-то делать, что угодно. В принципе, здесь терять уже нечего. Да, терять абсолютно нечего, кроме чемпионского пояса. Надо идти вперед, надо вороваться. И Лаев прекрасно понимает, к чему все идет. Отпускать своего оппонента он не собирается. Витруку придется изобретать что-то фантастическое, чтобы вырваться из этого захвата. Вот это интересно больше. Да-да, нестандартный такой ход. Но в итоге оказывается, и Лаев там же, где и был. Работает со спиным. Да, для такого веса у Мофсара еще и огромная физическая сила, конечно же. Да, и сила, и выносливость, как мы видим, на высочайшем уровне. Последняя минута. 50 секунд этого боя. Боя, который выявит только одного чемпиона. Ну что ж, да, полминуты. Полминуты. И сейчас, я думаю, Павлу уже только чудо может помочь. Да, и Влад, конечно, его жестко контролит. Последние эти секунды. Да, показывает тотальное превосходство в борьбе из всех позиций. И мы слышим, да, встает, встает зрительница. Все зрители встали просто за своих мест. Последние 5 секунд. Они приветствуют своего чемпиона. И эти 5 секунд, как и 5 роулов, остаются за Мофсаром, Едлоевым. Абсолютно понятно, кто стал чемпионом сейчас. Аплодируем Павлу Витругу, который не сдавался до последней секунды. И аплодируем новому. Я думаю, что это ни у кого не остается сомнений, в чьё сторону будет вынесено судейское решение. Новому чемпиону в Ванчеллендж в отличайшем весе. Мофсар Едлоев. Человек, который провел все свои дыры в Манглобл. Который состоялся как поездный, состоялся здесь как чемпион. Чемпион, доминирующий в своем весе. Вот он представитель нового поколения большого республики Кушетия. Безоговорочный, непобедимый Мофсар Едлоев. И теперь действующий чемпион МОН Челлендж в отличайшем весе. Поздравляем и дорогие друзья, попрощаемся с вами в следующий турнир. МОН Челлендж 82 пройдет в Хельсинке. Ждем вас на трибунах, у телеэкранов. Будьте здоровы. Всего вам доброго. МОН Челлендж 82 пройдет в Хельсинке. Я хочу поблагодарить всех за поддержку. И я вернусь на мою победу, к моему любимому республике и к своему anniversарю. Друзья и джентльмены, еще раз для вашего чемпиона, Мофсар Едлоев! Дорогие друзья, давайте поаплодируем нашему герою Павел Витрух. Он здесь, в рейдже. Потрясающий бой сегодня показали парни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саламу алейкум, Молаймо. С днем рождения на всех. И с новым чемпионом, я вам один. Я, как глава республики, хочу сейчас поднять руку Паши, Павла Витруха. Это реально легендарный боец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я осмотрел его бои, вот он уже никогда не сдается. Он настоящий. Спасибо тебе за великолепный бой. И вот этот бой показал, что победа самая, что у меня есть, настоящая. Чемпионский бой самый, что у меня есть, настоящий. И наш Мофсар вырос до мирового уровня. Паша, тебе спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно, нашему Мофсуру. Баркову. Уважаемый Юнус Бекбамангаревич, еще раз от всех организаторов, от лиги М1 Глобал, от всех, кто каждый раз с огромным удовольствием приезжает в вашу потрясающую республику, ваш живописный край, позвольте поздравить с этим замечательным юбилеем, с 25-летием. Здоровья вам, здоровья всем жителям, вашим замечательным Аксакалам. И пусть ваши спортсмены растут во славу России! Спасибо, спасибо всем. Я не вижу здесь Рахима Чахкиева, не вижу нашего гостя Тарамова, боксера. Прошу сюда подняться. Давайте сделаем фотографию. Сейчас было сказано, никто кроме нас, а у меня в кабинете висит флаг воздушно-десантных войск. И там написано «Ваймардац!» По-негушски. Ну что, дорогие друзья, битва в горах под номером 6, Манчеллиш 81 закончены. Мы вас поздравляем, друзья! Спасибо, что вы были с нами! «Ваймардац!» 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 Субтитры подогнал «Симон»